После того, как в 1940-м в Гомеле взорвали католический храм, в регионе не заставалось ни одного костёла. И только в 1990-м верникам передали былую православную церковь, узведенную на старожитных новиковских могилках. И ошепрос 10 годов, и ей освятили уже католический приход. В 20-е сагодье на подсоетской просторе было участвуем атеизму, что безумно отбилось на относенных участках людей до веры, а ли зарабить у всех атеистами всё-таки не отремалось. В Гомеле католики протягло час тайно сбиралися на молитву в приватном доме, куда иначе раз приезжал так само священник. Сегодня всё изменилось. В приходе Родства Божией Мати сотни приходжан, для которых в этот день самое великое святое. Сегодня Рождество, и мы в яслях рождественских видов маленького Иисуса, который приходит к нам как человек беззащитный, чтобы показать, единственная цель – показать нам, насколько Он нас любит, насколько Он к нам близок. И если кто-то сомневается в этом, что Господь Бог близок, то вот, сегодня это тот день, когда эти сомнения можно развеять. До Рождества Христова у Гомеля промеркованная четыре святое месы. Пастерка, самая головная, у полночь и потом еще три на протягу дня. Жить у сгоди с собой, природой и Богом. Для заправдных верников это практичный закон. На Рождество, аж мать такие прохожане Гомельского костела, завершили девятимесячную молитву за ненародженных детей. Как символ вырытыванного от аборта детятя, яны проносили у храмы ружи, якие ставили перед алтаром. А прачатого сегодня допомогу бездомным оказывают миссионерки, еще с трамоти Терезы, а непосредственно в приходе проводится сбор сродков для обыдовництва у Гомеля центра для детей-инвалидов. По вугле святкование роства в Гомельском костюле будет протягиваться некой кеден. На Сираду запланованы уже традиционный бесплатный концерт классичной музыки, а у недели 31-го Снежния дети покажут батлейку – невеликий колядный спектакль. Что-то это непосредственно роства, то шмат, кто проведе свято-сирот близких и родных, коли в доме есть Христос, есть любовь и взаиморазумение. У нас очень большая семья. У меня есть бабушки, дедушки, двоюродные братья и сестры. Мы собираемся за большим столом у бабушки с дедушкой. И дедушка читает молитву.